На днях выкопала рядок картошки. А если вы помните, народная мудрость гласит «Сделал дело, гуляй смело». Но эта поговорка абсолютно не подходит для дачников. Оказалось, отдых откладывается, потому что на месте выкопанной картошки нужно тут же что-то посеять или посадить. Здравствуйте, с вами Александр Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». О чем будем говорить сегодня? О помидорах, картошке, клубнике и жимолости. Будем выяснять, почему у одних дачников они дают большой урожай, а у других нет. Поговорим о том, как исправить ситуацию. На календаре август можно подвести некоторые итоги лета. К примеру, можно пересчитать банки с вареньем или контейнеры и пакеты с замороженной ягодой. Если вы не слишком довольны результатом, самое время задуматься о том, насколько хороши ягодные кусты, растущие на вашем участке. Взять ту же жимолость. Как выбрать урожайный сорт? За ответом на этот вопрос отправляемся в семейный сад династия. Перед нами 16 видов жимолости, все они выращены на вашем участке. Да, сад династия. И все можно пробовать. Все можно пробовать. Будем сейчас пробовать, потом смотреть название, ставить по вкусу. Вот вы как скажете. Мы-то уже все на вкус, все узнаем. Я так понимаю, что всегда первым делом взгляд падает на самую крупную ягоду. Вот открыл, пробуйте образец, пробуйте. Что скажете? Чудесная. Ну такая, немножечко с горчинкой, но вкусная. Вкусная? Открываем название, да? Да, будем смотреть. Сорт ключевая. Ключевая. Ключевая – это сорт нашего Борисова, покойного. Это его образец, выращенный из семян с острова Шикотан. Начинается выбор сорта с оценки ягоды. Сейчас ту же жимолость можно выбрать на любой вкус. Для этого попробуйте ягоду, растущую соседей, знакомых и друзей. Да, открывай. А я скажу, Оксана называется. Оксана, да? Да. Сладкая. Сладкая. Происхождение Оксаны очень легкое. У нас есть садовод Оксана. Она вырубала жимолость. Огромные кусты, лета ей по 50, под стонера. Я взял, отобрал с каждого куста по черенку. Один оказался очень крупным и сладким, а люди от него избавились. А я его восстановил, и под его именем, под его именем, так осталась Оксана. Очень крупная, очень сладкая. То есть все это мы можем назвать такой народной селекцией. Это народная селекция. Ой, какая сладкая. Аленка, да. Это сорт башкирской селекции. Вот если мы пришли к соседу, пробовали, понимаем, что нам нравится. Какие наши действия? Ну, если сосед даст вам черенок, у меня много образцов взято из дикой природы, из садовых участков, сеянцев. Вариант размножения. Если вам вкус понравился, но вы не умеете черенковать, все делается очень просто. Отгибается нижняя ветка молодая, вот такая молодая. Пригибается к земле, пришпиливается, окучивается, ну, понимаете, землей. Через два года на этом месте будет саженность. Если смородина один год, то оживлась два года. Она образует корень. Нет, можно куст подрезать. Вот видите, маленький кустик. Вот так его окучить, как картошку. Вот как картошку побольше. И вот с этого куста, вот, наверное, раз, два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать, получите саженцев. То есть, подрезать куст, да, этому вырасти так вот, вот, кустом окучить. Два года постоит. И потом разрезать, разделить и получите несколько кустов жимолости. Это самое простое, потому что черенкование хоть древесными, хоть зелеными требует знаний и требует времени по уходу. То есть, поливать и все. Не у всех это есть возможность. Если вы хотите размножить народную селекцию семенами, при посеве семенами на сто процентов не сохраняется то, что вы посеяли. Возможность получения дикого, горького или сладкого растения 50 на 50, а вообще бывает 0 процентов. Все зависит от папы и мамы, кто его опылил. А может быть и удачное. Поэтому, если вы сеете семенами, на третий-четвертый год вы получаете плоды. И уже видите примерно, что какой будет у вас куст. Если вокруг вас появится куст дикий с горькими плодами, а в опылении кустов, то с горькими плодами будет больше вариантов. То есть, какой папа-мама. Почему у нас здесь вот сейчас 115 сортов почти все сладкоплодные. Вот отсюда сейчас можно семена собирать, сеять и отбирать образцы. Но, например, с 1000 сеянцев может быть один хороший. А бывает, как у нас получилось. Мы посеяли 500 и из них отобрали 30. Сразу хороших. А у нас они растут. У нас такие названия. Вот вы сейчас не все пробовали. У нас есть наш образец саблезуб. Шикарный. Это длинная ягода 4 сантиметра. Очень нежнейшего вкуса. Просто ее уже нет. Мы ее уже собрали и съели. Я прихожу к выводу, что жимолость это не малина, не клубника. Это все-таки техническая ягода, большей частью на переработку. На заготовки. Вино, заморозка и так далее. Очень витаминизированный продукт. Ну и поесть, конечно, с куста. Но больше это техническая ягода. И поэтому я считаю, чтобы у вас была всегда жимолость. Когда жимолость пропадает, и ты привык к жимолости, то тебе все равно, какие кусты. Либо урожай был. Пускай с горчинкой, пускай мелкая. Но чтобы было ее много. Поэтому нужно иметь несколько сортов. Обязательно. И подобрать сорта под ваш участок, под ваш климат. Не все сорта крупноплодные будут расти в Приморском крае. У нас край большой. И поэтому где будет какой сорт, даже я не могу сказать. Надо подбирать самим. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Свежий номер журнала вышел в начале августа. Партнеры журнала ООО «Техно-регион», ООО «Сфера Кадастер» и компания «Ресурс». Напоминаю, что этот номер журнала можно приобрести в почтовых отделениях, садовых магазинах или в редакции. Наш адрес – Народный проспект 13. А мы с вами отправляемся в пригород на станцию «Спутник», чтобы узнать, как вырастет большой урожай помидоров. Вот у нас бычье сердце помидоры. Вот такие большие, это еще маленькие. Он нарастает до 800 грамм. Бычье сердце очень любим. Во-первых, они очень крупные, мясистые, внутри бархатные. Но вкуснее их не бывает. Сейчас покажу новый сорт – черный заяц. Очень вкусные. Пошли. Мне дала женщина, ее кто-то угостил. Я, конечно, стараюсь новые сорта, ну, кого-нибудь попросить и посадить, и попробовать. Вот это грядка у нас – помидоры черный заяц. Посадила я их в этом году, первый год. Они, значит, черные и в полосочку. Очень сладкие. Будем ждать урожая. У нас корней помидор 680 штук. Это каждый помидор вот так стоит подвязан, как солдатик. Это как вообще такое получилось? Подвязываем с мужем. Вначале одну веревочку, вторую, третью. Обрываем листочки, все. Все делаем, опрыскиваем, ухаживаем, подкармливаем. Вот помидорки у нас таки нарастают. Самый главный враг томатов – это фитофтора. Как ее победить? Мы брызгаем хомом до плодов. Обрабатываем хомом. Обработали. Ну, а потом уже растут у нас чистенькие помидорки. И листья, все-все-все обрабатываем. И низ, вот листики вот эти нижние, все-все-все надо обрывать. То есть убирать сорняк, листья, и все будет чистенько. Помидорки будут изумительные. Что делать с урожаем, если в огороде растет почти 700 кустов помидоров? У хозяйки томатной плантации с этим нет никаких проблем. Аджику делаю, томатный сок. Ну вот, что возможно, я очень много делаю лечия. Три таза делаю, 40-50 банок лечия. Баклажаны острые такие закручиваю с овощами. То есть у меня полный погреб. Консервация. И кушаем. Черри любим, желтые и красные. Очень-очень любим. Бычье сердце очень любим и буденовку любим. Вот это наша любимая на салаты. Некрупные, розовые, мясистые, вкусные. Жена любит помидоры, а я помогаю ей по огороду. Копаю, собираю. Ну, в общем, вдвоем все делаем. Вот огурчик. Вот огурцы у нас здесь посажены рядочками. То есть по два штучки в луночку. И оно заплетается по сетке, значит, и растут огурчики. А после картошки мы огурцы вот так сыпем, и муж граблями заборонил. И огурчики плетутся по земле. Никаких рядов, ничего. Просто вот так сыпанули, заборонили. И огурчики плетутся, они сами находят, как им плетись и как расти. То есть осенью мы снимаем урожай. Уже третий. То есть я три раза сею огурцы. Самый поздний срок посева огурцов. Все. Вот. Это было 21 июля. Мы посеяли огурцы. Все больше мы не сеем. Посеяли черную редьку, горох, огурцы. Еще петрушку я посеяла. И калераби. Это уже на осенний урожай. Это все, да. Это осенью мы в начале октября уже снимаем урожай. Я не люблю пустую землю. Вот. Сейчас, значит, мы садим длинную редиску. Вот сейчас картошку докапываем. Сеем опять укроп и редиску. Сыпанули, граблями заборонили. Напоминаю, что в начале августа вышел свежий номер журнала «Сады и огороды Приморья». Как обычно, это 68 страниц полезной информации. Партнеры журнала – сеть магазинов «Зеленград» и садовые центры «Флоригина» и «Загород». Там вы найдете тысячи товаров для сада и огорода от семян и удобрений до садового инвентаря. А еще там можно приобрести наш журнал. А в телеверсии журнала речь пойдет о картошке. Оказывается, картошка, особенно черная, продукт для красоты и здоровья. Картошка у меня тоже экзотическая. Ну, не вся, конечно, но часть есть. Картошка фиолетовая. Присутствует антоциан. То есть, эта картошка хороша для людей, кто сидит на диете, кто хочет похудеть, у кого повышенный сахар. Вот, смотрите, какая красавица. Я бы не сказала, что она очень урожайная. Сейчас. Но. Тем не менее, она очень неплоха. Вот какая. Ой, да она вообще красавица. Она прям, хопа. Хопа. Как фокусник. Первый раз она меня, если честно, одарила таким урожаем. Чем хороша фиолетовая картошка? Понижает сахар. Ее можно есть людям с повышенным содержанием сахара, диабетикам. Снижает вес для тех, кто хочет похудеть. И в ней большое количество антиоксидантов. То есть, это для нашей молодости. С вами телеверсия садов и огородов. А я напоминаю, уже вышел четвёртый номер журнала. В нём, как обычно, советы для садоводов и огородников. Партнёры журнала – Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии, а также центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. В борьбе за урожай важно не забывать о здоровье и вовремя обращаться к докторам. Вообще, чтобы получить хороший результат, нужно всё делать вовремя. В первых числах августа пришло время сеять зелень, редьку и редиску. А ещё сажать клубнику. Клубника дала нам усы. Мы усики отрезали, проделали грядочки. Муж сделал грядочки высокие. Я посадила по два усика. То есть вот в июле они уже были посажены на постоянное место, чтобы он нарастал, кустик массу набирал. До октября клубника обрастает, корни приживаются, и у меня клубника зимует очень хорошо. И на следующий год это уже полноценные молодые кусты. Да, полноценные молодые кусты. Очень клубника урожайная, гигантелла. Она очень крупная, хорошая, вкусная. Междуряди заложили, потому что в этом году сыра. Да, сыра, и чтобы трава не росла. И ходить было удобно. И ходить, да. Ну, смотрите, от того, что вы ее в июле уже посадили на грядки, это же получается лишние прополки. Ну, что сделаешь, полим? Как можем. Но зато хороший куст получается. Да, да. Сильный. Да, очень сильный, и корни хорошо приживаются. И то есть на следующий год мне уже не приходится. Она болеет там где-то что-то. Она у нас уже переболела. И хорошая клубничка, да. На этом наша программа подошла к концу. Говорят, на огород хотя бы иногда нужно смотреть издалека. Например, с берега моря. Не забывайте об этом, ведь ошибки видятся на расстоянии. Читайте наш журнал, смотрите нашу программу, заходите на сайт satfrim.ru. До встречи в сентябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok